Ахали и охали и охали на протяжении всей игры, потому что пользы от него было не очень много. Особенно в концовке, где он вообще ничего не мог сделать, просто ничего. Ну да, есть такой момент, поэтому они сразу взяли гирокоптера. Можно смело заявить, что гирокоптер уже полезнее раза в три, чем вайбер, потому что, если вайбер просто бьет с руки, то вы, как минимум, наверное, будете с одним сапогом давать больше, чем ДПС, больше ДПС, чем тот шестисотовый вайбер, потому что он своих противников щекотал в тех играх. Да, и, кстати, вот гирой винрейт гирокоптера, он тоже очень хорош, на самом деле, этот герой в каждой игре, он либо в пике, либо в бане, и поэтому... На Америке, да, наравне с Клопой. Да, сейчас нам будут показывать шикарную, шикарную игру этим героям. Ну и вслед за этим Даззл. Вот Даззл — это, возможно, очередная задумка Рутгейм, потому что он выполняет две очень полезные функции. Первое — ты сейвишь от любого врыва к вакверкам, всегда кастуешь свой Грейв, и тогда ли он не сможет добить его с ультимейта. И второй момент — то, что он, наверное, в лейте сто раз полезнее Чена, потому что, если мы видели Чена, да, там были крипы, которые фармили ребята спокойно, и особой функции они не делали, разве что Ауру давал Галем. Они особо не сплетели карту, хотя Чен мог этим заниматься 2-4 на 7 и под конец там вынести полезные айтемы. Тут Даззл, он вас одновременно и хилит, параллельно дает грыбы, есть даже какое-то замедление первое слишком сильное. Ну и под конец ультимейт. Это вообще один из самых сильнейших ультимейтов в лейте, если ты, допустим, с агонимом вешаешь ее на свою команду. Поэтому Рудгеймент молодцы, они понимают, какую игру они умеют играть. Это просто бегаем 5, просто 5-5-5-5-5. Вот такая профессиональная команда. И теперь необходимо взять желательно второго саппорта, который сможет хоть как-то цеплять своих оппонентов. Хотя, честно говоря, по прошлой игре я бы сказал, что им вообще нафиг не надо брать цепляторов, потому что они не особо-то и реализуют их, они, как правило, сами стоят в защитной позиции. Больше темфайт какой-то. Да, поэтому для этой команды просто дазлы, абадоны. Вот мы видим винрейт. У такой комбинации не очень крутой. Но я думаю, что эта лина должна быть медовая. Так вот, дазлы, абадоны, тринты и вообще любые герои, которые будут бегать за кенты и нажимать свои сейв-варианты. Баунти Хантер. Да, Баунти пока смотрится прекрасно, потому что первый минус Рутгейминг, у них нету опять никакой никакой инициации, они не цепляют. Они вообще ничего не делают. Вот мы инициативе винрейт Пайлодайя 100%, ну, хороший винрейт. Но этот парень еще с Na'Vi там разговаривал. Да, он с Na'Vi еще разговаривал, когда он просто разрушил, уничтожил две линии. Это Дэндин и Медей и Фанника на Изи, пока там Na'Vi втроем не могли убить Энви на Думе в Изи. Поэтому сейчас для Рутгейминг нужно что-то, что справляется со Сларком, то, вы же мои, с Баунти Хантером. Сларк на самом деле пока тоже заходит нормально. Тем временем я чекнул, комплексы ведут 1-0 в матче с Unknown. Это говорит нам о том, что в случае победы этих двух команд, то фактически останется у нас борьба за первое-второе место, и она, возможно, продлится до самого конца. То есть каждая игра комплексти и, боже мой, Моу Спортс, она будет решающей. Шейкер, тот самый американский. Вот тот самый американский Шейкер, и это как раз тот самый саппорт, который с блинком может напрягать баунти, если этот негодяй будет кидать свои треки, потому что каждый раз, когда ты его получаешь, нужно наказывать, нереально наказывать. Вот я еще, кстати, думал про Абадона, вот мы видим винрейт у Шейкера с Лины, кстати, очень хороший, потому что, ну, сама по себе связочка работает достойно, да, ты даешь фиссурку, и она задувает, но вот с Дазлом не очень, поскольку ты даешь свою фиссуру, и Дазл на это смотрит и думает, и ждет какую-то Лину. Так вот, сейчас ребятам из Мауспортс можно вообще не париться, в очередной раз набирают для себя все, что летает, бегает, прыгает, и не прощает, и шутки шутками, но Сларк бы здесь, по-моему, зажег бы вполне. Ну, вот думаю, Блэк отлично справится с этой задачей. Ну да, потому что идти в лобовую драку не прикольно. Кстати, вместо Сларка вот взяли другого парня, который прыгает, да, антимаг прыгает, будет бегать, бить свои крипов. Возможно, ему на инвокере не понравилось то, что в этом патче вообще с магией, ну, тяжело убивать, когда там и Гилимир Кейпы, и Резисты, и Вайперы бегают просто на 70%, потому что он, ну, не смог себя проявить в полной мере. А вот на антимагии собираешь 6 лотов, покупаешь Муншард, и вообще убиваешь кого угодно за один удар. И теперь для Рудгейминг стоит только один вопрос, пойдут ли они триплей в Хард, потому что это нужно делать сразу вообще. И если Рудгейминг, не дай бог, пойдут с гирокоптером в лёгкую и будут разменивать фарм гирокоптера на фарм антимага, это вообще ГВП сразу go next, потому что антимаг слишком слабый вначале. Ты ещё с такими героями, кстати, там Баунти, антимаг, Клокверк. Клокверк идёт в Хард, Баунти — Суппорт, Леон — Суппорт и антимаг. Два миличника. Приходит гирокоптер, приходит Шейкер, приходит Даззл, всё. Вы убиваете антимага, он страдает. Ну, или Даззл, Лина. А если всё будет наоборот, то Баунти Хантер просто пойдёт изнасилует Шейкер с Даззлом, будет забирать у них Экспу, харасить, и они ему на первом давле вообще ничего не сделают. И в это время антимаг будет стоять на фрифарме. Поэтому вот, пожалуйста, Рудгейминг, я вас умоляю, проявите характер. Кстати, возможно, это вот тот самый характер, хотя я не уверен. Пахнет соло-шейкером. Вот чем пахнет. Пахнет соло-шейкером и тремя героями. Это провал провалов вообще, не знаю, в американской доте. Как же, наверное, легко сейчас для Мау Спортс выглядеть эту квалу, потому что они уже понимают одну простую вещь. Их никто не пропушит. Трипла вряд ли к ним придёт, хотя всё ещё возможно. Следовательно, нужно просто взять героя для Койкви, который будет рубить всех. Штормс Берет, не, ему тут тяжко. И да его забанили. Вообще какой-нибудь дамагер под... Вообще любой дамагер бы зашёл. Койкви нормально забанили. СФ, Квапа, Шторм, Зевс. Ничего из этого нет. Да, ну на самом деле инвокер хорошо заходит для Койкви. Вот шутками, а инвокер опять, ну, выглядит достоин. Не считая того, что в пуле есть рубик. Но Койкви сейчас думает там. На самом деле, вот неожиданно видит, что вот так вот прям ударились по банчикам. Ребятки из Рудгейминг у нас. И остаётся из-за его любимых героев, разве что какой-то имберспирит, ну или пак, да. А чё бы и нет. Ну, а чё бы и да, лучше сказать. А чё бы и да этому паку. Но с другой стороны, ловить его нереально. Этими героями. Да. Халява, халява. Напомним, что явными фаворитами являются Моу Спортс этого матча. Сейчас вы наверняка сможете увидеть коэффициенты на вашем экране. Ну и, собственно, по первой игре, несмотря на то, что она была очень ровная, но вот для тех, кто давно так смотрит Доту, есть всегда какое-то внутреннее ощущение, что одна команда вот, ну, правильнее решение принимает. Что она всё-таки лучше во многих моментах. Это не гарантирует ей победы зачастую, потому что цена ошибки очень велика. Но именно такое впечатление сложилось о Моузах в первой игре. Ну и, собственно, во второй игре их пик выглядит очень солидно. У них есть хорошая мобильность, у них есть Баунти Хантер, который может вообще эту игру сделать нам очень быстрой, если удачно будет действовать. Ну и, собственно, Антимаг, на котором пока что всё очень-очень хорошо. Кстати, на Антимаге пока что у нас Койко и Блэквады. Койко, кстати, вообще красавчик. Он вот в этой команде, видимо, однозначно укоренился как лидер. И если ставить выбор, кто на чём играет, то в нужный момент игры он говорит, так, ребят, для того, чтобы быть лучшим в мире по статистике, чтобы все девочки охали и ахали, мне нужно быть героем, который будет всех убивать. В итоге он отдаёт Блэкопака, это основная роль, это инициация, там, развлечение и всё остальное, и сам себе забирает Антимага. На самом деле, вот если где-то на Инте такое было бы, то, ну, Койко разок может и встрять, потому что, конечно, Кэрри играет здорово, но, блин, навык там на разных линиях он даёт о себе знать. Но вообще Койко, он нормально играет на лёгкой линии. Не, он вообще нормально играет на таких героях, я понимаю, но вопрос в том, как много Блэк играл на паке, потому что я вообще не видел его вот на таких героях. Единственное, на ком я его наблюдал, это на инбокере из таких ролей. Но, как я и говорил, ребята, это полный провал, это, не знаю, фейл года, это пойти шейкером в хард против Антимага и Леона, это хуже себе представить было нельзя, что можно сделать. Потому что, ну, все знают, да, чтобы убить героя, нужно идти его убивать. То есть, если есть Антимаг, ну, иди и убей его, вот-вот. Простая, не знаю, логика вот нашей СНГшной, то есть мы идём и его убиваем. Здесь мы видим Антимага на лёгкой, и никто его не хочет идти убивать, и он говорит, а давайте мы дадим ему пофармить, давайте мы дадим ему пофармить, и заодно будем убивать Клакверка. Как важно вот бегать, убивать Клакверка, в то время, когда второй дядя, который, наверное, 10 раз сильнее выйти, будет набирать для себя фри айтемы. Клакверк особо не будет подставляться, я думаю, он будет сидеть где-нибудь. Ну, в его случае, да, то есть бывают такие ситуации, что ты стоишь Клакверк в харде, и вражеский кэрри, он сильнее, чем твой кэрри, поэтому даже если ты терпишь, то тебе конец. Но тут ситуация абсолютно наоборот, то есть Гирокоптер, наверное, единственное, за счёт чего он хорош, это его замес 5 на 5. Но, как мы видели, Мау Спортс вообще в ту сглупили драться 5 на 5, они просто бегают, сплитывают, поэтому здесь начнутся проблемки огромные. Вот интересно то, что три героя пришло добивать крипов. Интересно, так задумано, что они втроём будут это делать, вроде как-то жирновато. Они забирают их с пудру к другу. Ну, просто это один герой может сделать, а они этим втроём занимаются. Я вот стараюсь понять, в чём же великая мысль сие действия. Была потрясающая реакция продолжения. Пайлайдай посмотрел на всё это, он понял то, что вообще нечего там ловить, в итоге решил у нас выйти в МИД, а тут стоит Центриан, но TC это не помогает, врывается Блэк, мажет Арбой, Лина дают задумочку, но всё равно они TC забирают. Добро пожаловать в мир топовых американских суппортов, которые дальше стоят втроём вообще снизу. У меня сейчас горит к чертям. Это, ну это ненормально. Герой Коппера вообще в соло может быть, как я кстати. Он может просто в соло идти и месить его баражем вообще там, убивать, не прощать. У него один из самых высоких МС в начале игры. У него большое количество армора, хорошие статы. И вместо того, чтобы отдать 1 на 1, они его защищают. Я вот только стараюсь понять вообще от чего. Они просто ему мешают стоять этому МО. Хотя может быть из-за того, что он на Вайпере отыграл по прошлой игре, это так вот весело. Может быть из-за этого они решили вот так сделать. Ну ладно, бог его знает. Бог его знает. Действительно, конечно, саппорты пока что занимаются абсолютно ничем. Они пытались развардить, но вард стоит очень хитро. Ну не очень хитро, но хитрее. Ну да, они напоминают, знаешь, кого мне зовут? Они мне напоминают Na'Vi на Интернешн, которые тоже пришли с своей треплой. И Cloud9 поставили на эту треплу суппорт Скайя. И самое смешное, знаешь, что делали Na'Vi? Они просто стояли и старались убить этого Скайя, который стоял под тавером. А в это время один суппорт просто бегал по всей карте и убивал две линии. Энви просто фармил в лесу и вышел с тем же фармом, который был у Брюмастера. И вот сейчас я вижу то же самое один в один. Да, конечно, плавида очень хорошо играет на Баунти Хантере, но с другой стороны враги не делают вообще ничего. Враги демонстрируют уровень. Я даже не знаю, что это за уровень, Боже, ты мой. Что вы делаете, ребят? Просто изи, да. Просто враги демонстрируют отсутствие какого-либо интеллекта. Ну, грубо говоря, это как боты. Вот, простите, уважаемые фанаты рутов, но по-другому никак. То есть вот Шекер стоит на харде. Он второго левого. Он не может махаться с Леном, потому что Ленчик его сделает в этом деле. Он реально его сделает. Он его перебьет, он его там заткнет, даст танчик, высосит ману и все. Антимаг мы видим стоит на фрифарме, и ему вообще кисло на то, что тут Шекер. Он даже не знает, наверное, что Шекер на харде. Он думает, где-то бегает там корова, и все, и не происходит ничего. Фармит лес. Да, и фармит лес. Ну и в завершение ко всему, вот я даже могу расскажать немного о саппортах. Все время класс, что делают с фаном. Да, да, да. Что они делают на саппортах? Вместо того, что два саппорта поставили один вард, и они теперь еще не могут и пулить крипов. Это вообще полный разгром. Пайлайдай в соло уничтожил двоих. То есть они вот так вот, небось, будут вдвоем идти к МПЛу пить и демонстрируют свою свою лезвенность. И давайте подумаем, уважаемые дамы и господа, а что было бы, если бы они пошли вверх? А было бы все очень просто. Антимаг бы один встретил двух Ренджей и Шекера, подходит к крипам, получает станчик, и моментально падает. Но, вместо того, чтобы бить антимага, фан говорит, я в соло его разнесу с Ургей, я нафармлю Аганим, новую медальку, куплю дезолятор, он просто прыгает, и я ему БАМ! И просто минус там 20-30 армора с руки. Квалы на пятый Интернешнл. Фавориты, фавориты, ребят, мы продолжаем говорить, что это фавориты, это лучшие из лучших на наших глазах, которые были просто уничтожены одним вардом, вот можно сейчас за этим наблюнуть. И, ну, пока особо ничего не происходит. Вот, единственное, что грамотно делать, Лина очень аккуратно стоит на меде, хотя Блэк ее слегка перекрепливает, но пока Пайлодай, он, наверное, сидит уже и думает, а чем вообще занимаются вражеские саппорты? Вот, он, небось, думает и гадает. А что они вообще могут делать? То есть, неужели они там бьют крипов? И на самом деле нет. Слава богу, Фавенстав пришел на сейф, точнее, понимая, что на Лину могут напасть. Так, Пайлодай, ну же, ну же, ну же. Вау, ставить Центрю. Все, Пайлодай, все понял. Суппорт и бесполезные куски. Может дальше идти наверх, получать для себя экспу и пробовать убивать шейкера. А что шейкер? Шейкер второй левел до сих пор. Вот такая вот игра. Да, Бульба ставит второго левела, но на самом деле Бульба может быть, не знаю, хоть вторым левелом на 20-30 минуты игры, поскольку, а какая разница, антимаг прыгнет, гирокоптер убьет его, поэтому давайте смотреть, что дальше. Так, Рубик. Рубик, видимо, сказал Лине, слушай, подруга, я тут нашел секретную стату, можно просто пойти в лес и бить крипов с руки. Давай попробуем. И в итоге забирать этих крипов. Не, ну, серьезно. И говорит, давай, вот, неплохо работает, можно фармить. Я думаю, где Нигма, боже мой. Кстати, я тоже об этом подумал. Где лесник вообще? Я думаю, что Пайлайдай сам уже пожалел о том, что он взял баунтик, потому что если бы он взял какого-то супер-жадного лесника, Дума в лес, если бы он взял, знаешь, как в папчике, в лес, там, Ликана с Ботлом. Да, да кого угодно вообще. Я не знаю, берешь любого вообще героя, не знаю, хоть четвертого керри берешь, и идешь убиваешь, потому что... Медузу на Эншентон. Да, 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 вот этих можно убивать, вот этих вот с топориком нормально. Ну, ладно. Ладно, пока у нас продолжается веселуха в этой игре. По-прежнему счет 0-1, Лаффенстаффа, Баунти, Бульба. Отталкивает Лаффенстафф, и можно спокойно идти домой. Подходит Блэк на хосте, но Бульба его заблочила когами. Это вы лучше, конечно, и не делать. Ставят очередную вард, очередной вард Баунтихантер, и эти саппорты будут страдать дальше. Я прям чувствую, как они негодуют, что вообще вот сюда варды можно ставить, вот один и второй. Потому что там, в принципе, две точки. То есть ты один вард ставишь вот сюда, палишь, второй вард ты ставишь куда-нибудь вот снизу, да, и все, и ты как минимум один вард находишь. Есть только, знаешь, вот эта самая опасная точка, когда тебе могут просто заблочить вот этих вот эншентов, но если ты прибежишь сюда заранее, заранее, и просто будешь видеть, что вот в этой области никто вард не поставил, то тогда ты точно... Рубик уже начинает отхватывать. Рубик, он как бы, не знаю, мистер бесполезность, который и дальше помогает продолжать демонстрировать. О, кстати, забрали Шекера. Давно, должно было это когда-то произойти. Шекер стоял на холд-позыщении, и он думал, ребят, ну вы же должны там что-то делать, и он говорит, да-да-да-да, сейчас сделаем Шекер, вот там крепочку пофармил, и в итоге он пошел и вышел. Я его понимаю, у Шекера бомбит, и там просто знатно неслыханно, потому что он вообще не понимает, как такое может происходить. Да? Ну да, на самом деле, когда тестейшн на харде вот так вот терпишь, а и знаешь, при этом, что твои саппорты не делают, мягко говоря, ничего, Блэк уходит. Ну, ушел, да, тут маленький... Герокоппер тем временем забирает флаг вверх, правда его закрывают, а фан... Ооо, Геройч, ооо, и фан тоже попался, но все равно, видишь, больно? Ох, если бы успел закончиться Грейв, то мог бы пострадать, на самом деле, очень сильно, потому что при тпшке разрывается вот эта вот связь и наносится до подговора. Он бы понял, что жизнь боль. Ну, ничего страшного. Так, Fluffenstaff. Давайте поздравим Fluffenstaff, что он наконец-то родил, вот он так потихонечку, уже 8 минут старается перетянуться наверх, но у него это все не получается. Перетянулся. Не, он пока... Не, но он ближе, ближе, он так вот думает, когда-нибудь он поймет, что можно вообще на линию встать сверху и, не знаю, там, пофармить хотя бы, напрягать кого-то. Но он приходит в центр. Так, с центра прогнали Лину. Лина пошла фармить лес. Вот это уже интересный момент. Рубик получает экспонамидея и единственное, что, наверное, решает вот этот вот центр. Вот Мауза очень жадный, то есть для Маузов купить сентрю, учитывая то, что у них, по-моему, эти хаттеры, разбить эту сентрю, это... Ну, не хотят они так делать. Они любят, наоборот, чтобы враги покупали сентрю. Потому что эта сентря, она гарантирует жизнь Рубика. А если ты эту сентрю убираешь, то все, тебе конец. Ты не можешь стоять на медиа, тебя просто Дринкойл, Тос, Джинада и... Пока. Пока, дружок. И та верно. И та верно. Горокоп даст топориком. Интересно, зачем. Убить-ка, епоха. Убьет неплохо, да. Тут, ну, может, 15%. Что я за вопросы глупые спрашиваю? Выходит снова вниз Бульба. Надеюсь, Бульба перестанет фидить. Ему нужно просто стоять под Тавром и вообще не выходить. Вот бегут крипосики, даешь ракетку и стоишь сзади. Бьет твой Тавер, ничего страшного. В этой команде можно отдать хоть 6 своих выборок. Они все равно не поют дальше, как мы это видели. А потом в лейте можно дать им еще и собрать 6 антефактов, они все равно не будут бить твои бараки. Как это было видно, привет. Шейкер на мид выходит. Да, да, вот опасно, кстати. Шейкер пришел на мид, юзает соло рейнг, дает станчик, ты повезешься сюда дазл, получает шейкер грейв, но они особо ничего не сделают. Баланс Хаттера просто возьмет и убежит. Да, да, ребята. Нормально катают, слушаю. Я, может быть, как Симба, тоже пойду в Америку и командую сына. Вич, Клаквалу возьму. Ой, дикий, на самом деле, момент. Ну, мне кажется, да, Шейкер, вот теперь можно сказать точно, что Шейкер настолько там долго стоял на кулп-позиции, что ему уже плохо, он уже вне себя. Так, вот тут те времена, пока мы видим, что гирокоптер у нас продолжает фармить твоя лиса и, наконец-то, вот смотри, кто-то кликает, желтый, кто такой желтый, давай посмотрим. Гирокоптер. Гирокоптер кликает в своей команде, он понимает, где поставлен варс. Вообще, это, кстати, адекватно, это, как у нас, вот Пайлода ищет, пищет, ищет и никого не находит. Так, Сент-3, его, наконец-то, принесли Сент-3, Флафф и Став. Так вот, вот этот вар, ты его находишь и убиваешь, причем его легче всего найти. Ты видишь, что тут крипов нет, тут крипов нет, но можно хотя бы проверить Сент-3, и заодно ты будешь видеть Баумти Хантера в своем лесу, который бегает. Но Флафф и Став так не думают на пару с фаном, они по-прежнему говорят, нам вообще нафиг не нужен лес. В итоге смотри, что это что, гирокоптер купил Сент-3, ему дали, он пришел, поставил ее и разбил крипов. 11 минут они теряли фарм. И по графику, давайте посмотрим, по графикам, несмотря на то, что счет, ну, такой 4-1, но большая часть была убита крипов за счет лесов. А ты в эту секси? В эту секси не выезжал. Он думал, может быть, я выиграю спокойно эту игру, да, там, антимагно фармит и все убьет, но ему стало скучно, ему просто стало скучно, он решил пойти испытать свою счастье, и его убили. У антимага бэф на 12-й минуте. Да, само собой, он получил там баунсер 2, он выбрывается на полагая, получает ракетку, а сейчас УЗА демонстрирует то, что терпения у них не хватает, вот можно записать эту минуту, 11-е. На 11-й минуте у МУЗов кончилось терпение, они просто уже не могут сидеть на месте и играть с аккуратными доками. То есть, пассивность врага настолько их вывела из себя, что они пошли и ошибаются. Сами. Это фантастика, понимаешь, насколько рутгейминг опасный. Он тогда директор в свое время играл. Да, да, директор просят себя под тавер, вырвел ртк пуш меня, входи в меня полностью, и ртк вошел. Я остался, я остался без первого места. Ну, ничего страшного. Так, лакверк. Настолько у него хорошо все снизу, что вроде бы он не подходил к репам, а теперь он неожиданно седьмой левел. Так, такой же, ну, почти, да, почти такой же, как герокоптер, только наедичку обгоняет. Подходит, блэк влез, находит, но его убивает, и я вообще кланяюсь с герокоптером, который стакует себе эншентов, формят их, без ульта, учитывая то, что лакверк из Баунтихантера. Хотя, Баунтихантера сверху, непонятно, что он вообще здесь делал, он просто стоял получать, вскоре его за это наказали, и почему-то все делают неадекватные действия. Например, что это за пуш в четвером вышку, я не знаю. У нас репка сломалась, по-моему, как это, ну, бывало, такое первое, репка ломалась, и начиналось происходить какая-то... Репка ломалась? чуть-чуть не отъехал. Ну, они просто разменивают ТВРА, они разменивают ТВРА для антимага. То есть, в чем мораль всей истории? Так, мораль в том, что напали на Леона, в отличие отца, он не смог дать. Леон почти ничего не делает, он просто ничего не сделал. Он просто бегает, умирает, он получил свой ультимейт, и Коль подумает, боже, ну, в этой сексе лучше бы стоял, не знаю. Пак с блинком, он ворвется, он даст рассказ на 500 хп, ты просто дай ультимейт, и все, и все, и все, а нет, нельзя так, надо дать, дать станчик. Так вот, продолжим нашу мораль. Почему нельзя отдавать ТВРА, когда ты играешь против антимага? Почему нежелательно? Потому что, чем больше появляется пространство на карте, да, вот тут упал ТВР, вот тут упал ТВР, вообще все ТВРА упадут, карта в итоге станет чуть больше, за счет того, что появится больше пространства, и антимаг начнет прыгать, бегать, убивать, не прощать, покорять, в общем, ну, вы сами понимаете. Да, это уже начинает делать, вырывается на первое место по фарму, и будет фармить очень быстро дальше, правда, пошел на базу немножко. Да, пуш у нас продолжаются, вообще, самые крутые герои для пуша, это Шекер шестого левела, и, да, и Рубик, они продолжают нападать на ТВР, кстати, все смешное, что они эти ТВРА забирают, это на самом деле не ожидал, я думал, вроде бы, вот тут плакверк, пак, они должны подойти к тауру, прыгает, плакверк, прыгает, пак, Леон издалека дается в ультимейт, и все, ГГшка, но вместо этого они просто их забирают, на самом деле, это не следовательно на гусь. с ульчиком нападает на центр, Моуза, хотя, знаешь, они в прошлой игре же дали там все свои ТВРА, там вроде 5 до 20 минуты, поэтому они и сейчас подобное хотят сделать, не собираются, они вообще, каким образом воевать. Баунти у нас, все никак не может получить, я вообще не вижу, где Баунти, но он, да, он типа понял, что таких ребят вообще можно не стараться, ГАНДЫХ просто, иди на другую часть карты, и фармии, ты будешь на своей волне. Всего шестой есть. Да, Блэка у нас, прикольно, кстати, вот поднимал Рубик, пак, кидал сюда, но фиссуру все равно, говори сюда, в итоге пак ушел, необычная ситуация. Папа, не попасть фиссурой, по-за Станиному, это, знаешь, 10 голубаков из 10 можно смело дать. Так, нападает на Пайлайт Дайя, ну, не стратится, Пайлайт Дайя, забрали, но, Баунти Хантера, что с него взять? Я вообще на него напали. Его задача, ну, он просто Тауэр забил, он так стоит, просто перед Тауэром, там, выбегает Лина, дает Иул, Стан, Ультимейт, и Баунти забрали. Он не прочел, он не ожидал, что она начнет когда-то бегать одна. А Койпа, который мог напасть на Лину, ну, когда она заезжала Иул, дать ей там, тычку, 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 у него уже в сумме 150 урона, он вообще решил не прыгать, он просто забрал Тауэр, убежал один. Вот настолько он. О, Дагон. Дагончик, кстати, Дагончик нормально, вот про Дмидатик было прикольно сделать до Дагончика, потому что, учитывая, что у нас тут игры по 70 минут, в принципе, Дмидат можно вообще кому угодно варить и фармить. Но, Блэку нужно реализовывать. Вот мне интересно, Блэк, который вообще родил оценочку Блэков, вот это вот 10 Блэков из 10, это что-то мне пошло, он покупает агрессивные артефакты, давайте посмотрим, как он будет их реализовывать. То есть, это на самом деле что означает 10 Блэков? Это что, максимальный терпило, это значит так, Блэков продолжает варить в своем лесу, врага Баунтик, Лаквер, Квилон, так это понятно, что он видел, и факт с Джинком, буду бегать один и не ходить ни с кем. Да. Ну, догнаешь, покерись, покерись, покерись. Он... Покерил? Ну, он покерил, да, но, увы, не словил. Это как вот парень, знаешь, у него на руке ничего нет, но он улыбнет, мол, ребята, я тут фармлю, за мной стоит вся команда, да, и в итоге мы видим, что Блэкову не удается уже во второй раз подряд. Так, антимаг, антимаг уже фармит подражеской базой, какой-нибудь сплэш-аут в единичку, видит Лину наверху, и вот тут есть такой интересный момент, то что, когда ты играешь Линой, тебе вообще нельзя пушить линии. Почему? Потому что, так, у нас забрали тут те временем вершекера, и шекер у нас погиб соло, вот Блэк начинает реализовывать, кстати, я бы, кстати, даже ему ульт не дал. Да, на этого шекера ничего нет. Так вот, ищет, ищет Блин, ищет Рубика, который вообще бегает во вражеском лесу под треком, ни хрена себе. Да ему сворует Блинк у него, и... Боже ты мой. Боже ты мой. Да, это... Боже. Это момент, просто прыгает антимаг, подними в воздух, своруй Блинк, антимаг вместо этого понял, что сейчас у меня сворует Блинк, дал сразу Мана Водит, чтобы Рубик никуда не ушел, и в итоге минус... Нет, ну это просто... Ну это Fluff and Stuff, знаешь, почему некоторым игрокам в Америке очень тяжело быть жесткими, потому что у них жизнь простая, у них жизнь такая, что у них есть все. Например, Fluff and Stuff, насколько я помню, ему на 18-летие папа подарил Хонду. Мы знаем кого-то, кто... Мы знаем какого-то, ну, Хонда, машина такая. Я понял, я понял. Так вот, мы знаем кого-то у нас в России, кому бы Хонду подарили на 18 лет. Я просто дотеров именно дотер, я ни одного не знаю. Все наши жесткие дотеры, они пришли к успеху как? Они просто потели, старались, там, ходили, работали, ну, хотя не все работали, но некоторые работали там. Они ходили, общались с людьми, учились с нуля, вот этим основам, как взаимодействовать с командой, и в итоге пришли к успеху, да. А вот Fluff and Stuff, он, не знаю, думает, возможно, что где-то папочка есть, которая, не знаю, опять что... Он играет и видно, что он в принципе не мотивирован, то есть он что-то бегает, даже не думает и просто на своей волне. Рубик, Рубик, который не воруется пилы, это, ну, это вообще жесть. Молоничный мейтель. Так, теперь про Лину. Почему Лине нельзя с Иулом вообще бегать, пушить? Потому что если враг видит Лину, вот если антимаг видит Лину, неважно где, он просто идет и формит в другую часть карты в 10 раз быстрее, не знаю, в 15 раз быстрее, в 20 раз быстрее, неважно. Он видит, что Лины нет? И он понимает то, что Рубик, который не воруется пилы и не поднимает, гирокоптер, который в принципе гангет не особо может с топориком и шейкер с дазлом, который, да, пока вообще, ну, никто, они ему ничего не сделают, хотя у него падение, но гирокоптером подходит, а тема открывает и шейкер с душой. Вот! Красавчик! Вот он, блинкдагер на шейкере. Все! Теперь все, что... Ой, и Рубик уграл, смотри, что у кого Рубик. Теперь все, что я говорил про блинки и Лину, вы можете про это смело забыть, потому что теперь два героя, теперь есть шейкер с блинком и Лина с блинком, и теперь они, точнее, Лина с Иулов, и теперь они способны его убивать. И Койков получил по своей наглой морде, потому что, ну, нельзя же, не знаю, 20 минут АФК выфармливать, и нужно играть осторожно. Ну, на самом деле, так нормально сейчас заработал шейкер, и вообще то, что у него есть уже блинк, это многое дает, но, по-моему, чувствуют вольготно. они просто, не знаю, Муза, они нападают, на кого вы нападаете, ребята? Это не хорошо. Хорошо, очень хорошо. Так вот, на кого вы нападаете и кого стараетесь загангать? Рут Гейнг просто бегают четвером, я уже, наверное, последние 10-15 минуты игры, разве что, вот тут разок гирокоптер проявил свои способности прокера. И они почему-то бегают по одному и филит, я не понимаю, как-то вообще происходит. У вас есть клапверк с ракетой, который светит, он кидает ракетку, увидит четырех героев, и все, можете убегать. У вас есть, понимаете, антимаг, вот это опасно, очень опасно. Молодой шейкер, все рядом, встанет в руку, врывается в Лину, Лине уйду, койку подняли, там, боже, шейкер, шейкер ничего не успел сделать, минус один, минус два, и ребята сыграли. Антимаг просто с ульты разнес шейкера, точнее, Рубика и Лина, шейкер ничего не успел сделать, и очень хорошая игра, контр-инициация, подцепили гирокоптера, гирокоптер пытается раскастоваться, ну, в принципе, он раскастовался, правда, долг от этого года. Надо донесить до конца, до конца гейминг, как говорят, срываться своих оппонентов и бороться, в итоге не пошло, все, теперь нужно бегать, фан, шейкер, мы все под треки, мы сейчас же просто убьют везде, ничего себе, дазл забирает балки хантера, и бежать, грейт в КД, бульбы, фукшота все еще нет, подходит, выкрывается, пак, кастует саленс, потрясающий пакокоптер, давай, макроиту секси, и Рубика так же закрывается, на развороте давил торбу, забирают кульбу, и забирают еще и Леона, обалдеть. Это 4 в 3 просто драка, фантастика, фантастика, вот это замес, я понимаю, реабилитировались за все вообще, вот эти вот, начало такое относительно пассивное, 13-14 на 21 минуте, а что по графикам? По графикам у музов было дичайшее преимущество, они его подслили, но теперь опять набирают, и игра, игра им вообще весело, весело, просто задорно. Игра идет полным ходом, как можно наблюдать, пока у нас все джентльмены продолжают свою силушку набирать, антимаг, вот, стрёмно, антимаг набирает свою силу, 16-й левел, и теперь вот его ланом в бой, и убивает почти любого. Нужно, ну, теперь, знаешь, вот такая вот, нужно линию нарисовать, вот так вот, черту ровную, и все, и за нее не выходить по одному, разве что толпой? Ну, они пока что и выходят толпой в основном, то есть по одному-то не ходят, но и получается неплохо. Все-таки антимаг слишком быстро фармит, когда начинают сказываться все сильнее и сильнее, то, что в пятером бегают, сейчас смог на варде, и сейчас должен быть вообще разнос. Флайдай найдет их еще в ответ, он с блинком идет им в спину, заходит в вражеский лес, только читаем, да, что они будут стараться реализовать свои улы, нашли Рубика, Флаффенстав, на самом деле, не угадает, где баунти, да, вот на горочку сел и задоджил, таст, сейчас еще появится трек, и Флаффенстав повесится, выйдет из игры, пойдет, сядет в Хонду, и пойдет цеплять девочек. Тим Акман стайл тем временем покупает. Да? И можно идти наружу. Можно. Идет. Идет, и он даже не просядет вообще, вот, реген небольшой. Это мне... Ну-ка, ну помочь можно ему, блог, что он, побей с руки, что ли? Я немного испугался. Да, урон у тебя приличный. Заходит Лина. Заходи, смотри, сейчас опасно. Врывает на шейкера, шейкер погиб. О! Коша пас шейкера. Хорош. Что за лол? Минус ли он? Шейкер забрали, как он вообще тут оказался? Койко застрял в фиссуре, не может пройти. Рошан очень битый, получает трек, тем временем Баунтихантер получает ракетку. Идут, и идут пакс ультимейтом, антимаг с ультимейтом. Где-то гирыща. Они не хотят прыгать на него. Не хотят. 1700 хп. На Лину надо. Прыгать на Лину. В итоге бьет, бьет. Даззла, Даззл, нет, это Руби, успевает уйти из блинка. Грейм, отличный ультимейт, от антимага идет дальше, принимают его в воздух. Гирокоптер готов уничтожать. Кой клоун и кой клоун падает. Фантастик. Гирокоптер продолжает драться. Блэйдмен включает бульба, бить нельзя. Пак, тем временем, пытается с арбы кого-то добить. Очень битый поэладает. И посмотри, Рут, Рут-то тащит. Рут-то тащит, да, и это чертовы дюре, просто не контрящаяся стратегия. Мы бегаем в пятером, и враг нас прыгнет. Рано или поздно. Враг не выдержит макроигры, потому что там малые, малые, которые еще молодые, неопытные, и следовательные. Да, антимаг, конечно, ворвался очень жестко. Он просто ворвался, как Василий, который начал бить врагов, и ты там вообще никого не знаешь. Ты врываешься в героя, получаешь под себя стан, и герои убегают. То есть это вообще авантюра редкостная. Так, нельзя врываться. Врываться надо под дрим-койл пака. Пак ставит дрим-койл, не знаю, или он дает стан, хукшот дает плак вверх, ты врываешься и бьешь. Врываться антимагом в такой, ну, в такой вот, да, ты врываешься и просто бегаешь, что это не работает, поэтому нужно вестись аккуратно. Да и вообще, нахрен ты врываешься в гирокоптер, объясни мне, друг, ты антимаг, ты можешь нафармить 6 сотов, убить всю карту и будешь богом. Вместо этого, вместо чтобы фармить, он бегает за гирокоптерами. Ты чувствуешь уровень вообще кой-кой? Ну, то есть я говорю, я на кэрре кой-кого, честно говоря, пока не дайгеровый. На самом деле, это самая такая, большая такая оплошность тех, кто вот садится на кэрре и неаккуратно играть. Ну, нет, ты просто можешь фармить, то есть, да, если ты не хочешь фармить, но продай вот услуги, купи себе там что-нибудь пожирнее и грывайся. Гирокоптер, 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 боже мой, подумал, что я сделал, он случайно, он хотел попасть в гироча, но в итоге промазал, далеко. Такие баунти забрали, антимаг выходит, тут бегает даззл, вешает на себя грейм и хочет уйти, и его поднимают, шекер готов врываться, звенка, но нет, бежать и продавать даззл в рабство. дальше вот антимаг бежит за рубик. рубик уже молодец, ворует бинки, эээ, делает достойный мулы. Ну, что, Гирокоптер, Гирокоптер все еще жив. когда вся его команда была вот здесь вот на горочке. Может быть, он, знаешь, как вот тут вода, и он так спасался, так плыл, 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 чтобы его фурстахнули, я не знаю. Может, он играет не на вертолете, а на корабле? Да, ему хотели дать руку помощи, но он не добежал, его забрали акулы, которые вышли по воде. Что это выделить? Что он делает? Что же вообще странное? А Игорь сыграет артимаг, 15 тысячный творца, муза, возвращают себе опять большое преимущество. Хорошее преимущество. Клоквер врывается в шейкера, поднимает его в ростах. Лыг-мейл выживает, не будет. Почти умирает, но выживает. Бульба, ракеточка, летит за ним гирокоптер, отпивается из ботла, поднимает его в воздух, и... да, и Бульба развалился. Ну, Бульбик, пора завязывать. Да? Морским узлом. Ну, Бульба... Не, завязывать со своими врывами в соло шейкера, потому что... Есть форстав. Ну, шейкера есть форстав. Кого бы ты не ворвался один, то герой от тебя просто возьмет, уйдет. И поэтому, даже если ты прыгнешь, там, супер двоя инициация на 1500, на 2, на 5000 рейнджи, то твои союзники просто не успеют подойти, тип убежит, и в итоге ты погибнешь. Очень интересная позиция у Руббика. Да, Руббик. Вообще не понимаю, что он тут делал, в этой очень интересной позиции. Один. Руббик погибает. Вот если вы хотите гангать на Руббике, и у вас, не дай бог, есть Блинг, хотя у него нет, лучше вот так вот прыгать. У него есть Блинг антимага, был бы. Во, 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 да, тут лучше прыгать вот по этим лесам, тогда, скорее всего, вас не поймают, и есть шанс кого-то забрать. А вот справа это риск. Я, честно говоря, ни черта не понимаю. Вот до этого, как-то более-менее логично развивались эти квалификации, но с тех пор, как мы начали стримить игру Маус Спортс. Ну, они расслабились. Они, походу, расслабились и решили пофаниться. Я не знаю, что они их поделают. Вот бегут за Гирокоптером, 700 хп, антимаг его убьет, есть Леончик, дают ульту, и вторую ульту дают удастся в Дэдгрейв и забирает Тагидалж. Ну, кстати, более-менее, забрали. Продумал армору антимага, этот висит виз, минус 5, минус 6, ну, кто-то будет, конечно, убивать его. Ну, не зачем. Блэк, одна секунда, цепляет двоих, есть договор. Блэк, пошел, пошел, и даже не прыгнул, как я слышал, точно терпила. Вот, не знаю, любой другой бы уже ворвался на базу, там бежал за шейкером, там какой-нибудь Дэнди, и... Ну, не сильно. Ох ты, Лена, по-реакции, кстати, такой рёкся. Берусь за паком, получает Блэк Лагуну, да, но в итоге Блэк не дотерпел. Один Блэк из десяти. Один Блэк из десяти. Тем временем, антимаг продолжает расформить леса, Леон получает ракету, бежит за ним, а, кстати, Леон еще может умереть вполне, но нет, у него есть Блэк, хотя шейкер отрезает кессурой, ракета, и ракета убивает Леона. О, чудо. Помнишь то чувство, когда ты говоришь, что тебя не покидает, то чувство, что все равно команда... Оно меня покинуло уже очень давно, я говорю, я уже ничего не понимаю, кто здесь... Не, просто я ставлю на то, что вот они что-то бегают, сражаются, но просто антимагрид бежит на балду, бежит шесть бараков, и вот ты, как в прошлой игре, они даже не ТП-шницы, в зависимости. Опа, БКБ. Опа, БКБ. Это личное БКБ. Не знаю, зачем он БКБ. Просекал, вот здесь БКБ. Здесь один шейкер тебя станет, и Лина пробивает Лагуну и твоё БКБ. У тебя тысячи БКБ, а где с Лагуны бомб-но-ба сможет. Бульба. Берко нашли. Бульба нашли. Слушай, ну, это на самом деле уже тотальный фит начался. Что они говорят? Я... Трек, трек висит, трек висит на гирокоптере. На гирокоптере трек висит, он идет на Бульбу, и Бульба не уходит. Бульба думал, да. Бульба опять думал, что гирокоптер один. Только уже в разыском. Ну, пакерист, гирокоптер пакерист. Виде, что ранний фит, он пришел к успеху. Так, ну и теперь, раз антимаг купил БКБ, то, естественно, что? Надо его реализовывать. То есть, если бы он купил себе бабочку, он бы мог бегать, фармить еще быстрее, убивать людей, может быть, он какой-то описывал Блэд. Но так как БКБ не дает ни того, ни другого, то нужно укинь и бить лица. В итоге, сейчас мы это увидим, как он это сделает. Биотавр, никого нету, гирокоптер без ТП бегает снизу, Баунти Хантер тут с гемом чекает, Шика старается защитить свою бабу, и отдали Т2. Отдали? Ни за что, ребята. БКБ, кстати, также на гирокоптере имеется. Ну, а не знаешь, они рано или поздно играют с этим УЗа. То есть, да, у них есть Баунти Хантер, но если игра с Баунти Хантером при счете 20-20 доходит до того, что преимущество не суперсильное, тут, допустим, 5000 голды всего, ну, и немножечко XP, то в один момент антимаг прыгнет и увидит просто Дазла, который засейвит свою игру его, и игрокоптера какой-нибудь тропиркой. Чем бы предпочтался, что он же увидит антимаг. Да, да, да. И он прыгнул. Вот, так что шуточки шуточками, но фидеть нельзя. Но уже на фиделе. Но уже на фиде, Самое непорядное, что Баунти Хантер, он вообще никакущий герой в тимфайте 5 на 5. Да, да, да. То есть, он реально вот, ну, пока он не оденется, на самом деле. Понимаешь, когда Баунти покупает Дагон 5 из Релл Блэйд, он там таких вообще вещей выдает. Ну, или может даже на фидз дамаг собраться какую-нибудь керасу, БКБ там. Но это тяжко. Против герокоптера, как бы ты не собрался на фидз дамаг, он тебя в 6 садов убьет вообще за флэгкен. А вот кастер Баунти с... Ну, обычно до него, правда, берут Транквилы и Сол Рим, чтобы он бегал быстрее и регенился, и мог там подфармить где-то. То вот такой Баунти вообще не прощает оппонента. Он там, знаешь, Эзерл Дагон, потом еще раз Эзерл Дагон 5, и по кулдауну вообще издалека начинает тебя прожимать. Да, и Тосик залетает. И Тосик залетает, да. Так, ну вот теперь можно сказать смело, то, что игра Моуспортс, она полностью вышла из-под контроля. Почему? Потому что Блэк купил Дагон. С Дагоном, я не знаю, он там, может быть, сделал где-то один килл, может быть, даже два, но он его не грейдит, и это очень плохо, потому что с Дагоном первого левела на паке это вообще ни о чем. 400 урона? Ну, на 15 минуте игры это нормально, да? 400 урона. Ну да, это нужно развивать, действительно, то есть даже можно оставить его первым, но ты хотя бы его окупи. У него 729, не скажешь, что он прям супернаубивался этим Дагоном. Он вообще убивал без Дагона, не используя его. Да, да. И теперь этот пак вращается в типа такого кастера, который не наносит урон. То есть теперь, если взглянуть внимательно, у Гирокоптера есть БКБ, у Лины есть БКБ, может быть, у Шекера появится БКБ, я абсолютно его месте здесь купил, потому что, ну, тут платверки, паки, вся эта мера слетает, может быть БКБ и вообще на всех настрать и нереально пробить. То есть пробивает только антимак, но учитывая, что из Дагона, то если Дагона реагирует, то антимак, он скорее всего, играет не проблёт. Он прыгает, нажмёт БКБ, а там в игре 5 секунд, и всё. Оп-оп-оп-оп. И подходит, подходит у нас крыси на врагов, они просто забирают Т2 Тавер, есть у нас Клор, нашли его, поняли, что это иллюзия, есть Баунти, есть Шекер с гемом, и Баунти, моментальный Блинкаут, это хорошая реакция, и понимание. Да, но если попал на Иул, то давай до свидания. И теперь с каждой секундой на шее Маус Спотс ловушка, затягивается петля. Да, потому что антимаг он фармит, он уже хорошо, так вот, оценит. Один сапог и второй сапог. Трава лав. Да, мой любимый айтем билд, вообще, на большинстве эколог героев, ну, потому что пока драк нету, ну, вот просто бегай и фарми, всё. Единственный вопрос, зачем он БКБ себе взял, потому что вроде бы, знаешь, ты его берёшь, сейчас я буду драться, сейчас я буду убивать, а в итоге вообще нет ничего, и он, ну, как минус сайтом. Ну, ты, например, берёшь Abyssal Blade и враг начинает, ну, он не поставится, скорее всего, но, когда у тебя есть присутствие Abyssal Blade на антимаге, они начинают тебя бояться, потому что в любой момент может ворваться дядя, дать тебе стан, и иллюзиями нахрен жечь всю ману и добить тебя войдом, поэтому, ну, это странно. Блэк потерпила ещё та, ну, это где-то 8 Блэков из 10, ещё они, конечно, не такой опасные. Так, Блэк демонстрирует... А что должно случиться, чтобы стало 10? обычно 10 из 10, это когда ты собираешься как Бёрнинг, то есть ты собираешься, пока у нас пара. В опасной ситуации. Шейкер может очень неплохо наехать. Шейкер, влетает, отличная игра, и пак должны не отпускать. Вот так вот они, видишь, они заигрались. И вот по поводу 10 Блэков из 10, ты на игроках Бёрнинг, тебе нужно брать Вивера и против, наверное, одного единственного стана, какой-нибудь, там, стан, я не знаю, чего, вот единственный стан, представь, да, сказать, избивают линку, ты жмешь БКБ, чтоб не дай Бог, тебе еще раз, и рефрешер там, и там Манту, чтобы выйдет, станы там, Сайленс, ну, короче, это вот любимая сборка Каспера. И вот это 10 Блэков из 10, хотя я бы уже, наверное, сказал даже 10 Блэков, 10 Бёрнингов, 10 Бёрнингов из 10, вот, тоже достойная отметка. Я понял, хотя на самом деле, это чертает. Ну, то есть терпила, терпила, я как бы вам уже говорил. Общий смысл понять. Может давать оценочки. А есть еще, знаешь, оценка Хауа. Это когда у тебя на кэри один садик, 10 Хауа из 10. Так, сейчас у нас врыв на антимага, наверное. Ну-ка. Хороший спор, своровал Рубик. Нашел Койку. Ну, далеко люди, да, Герокоптер. 10 Хауа, это когда ты на Фантом Лансере с сапогом на 60 минут бежишь в атаку. Да, 10 Хауа. Это я знаю. И самое смешное, что Хауа, он нападал, если что. Его это даже не останавливало. Я комментировал его. Мы с тобой вместе комментировали, да. И когда, знаешь, когда убивает всю твою команду, он даже не думает бежать, он просто разворотит. Идите сюда, я с вами разберусь, ребята. Сиди, я услышал тебя, это будет Эбисел. Да, ну, давно уже пора. Давно пора. Хашан появится через 35 секунд. Идут по миду. И у антимага, заметь, у него нет слота, чтобы забирать. То есть, он может, конечно, выложить Владимир, но Владимир так лично его бафает, поэтому и нету второго кэри у Маус Спортс. То есть, есть пак из Локвер, который кастует, а есть антимаг, который бьет с руки. Следовательно, если победить антимага, то все остальные герои не страшны. И пока, даже, скажем, просто не за 26 тысячный спорс, на него играется команда, он бегает и ходит по полуграуну, преимущество Маус Спортс не растет, потому что... Ну, а теперь тяжело вообще это взять. То есть, вот пока гем на шейкере есть, баунти не покажут. Вот почему я говорил, да, что нужен какой-то герой, который контрит баунти, вот шейкер это идеально контрит. Ты увидел баунти издалека, моментально просто врыв, ну, блин культ, и... Антимаг. Интересно. Очень интересно, очень интересно, ребята, напасть на шти с фоколого антимага. И шейкера с гемом отпустили. И шейкера с гемом отпустили. Ну, кстати, хорошо сыграл шейкера, скопил. У них все было настолько идеально, что вот нападать вот так вот по одному нежелательно. Вообще, ну, то есть им лучше просто вот этим ребятам бегать в пятером. В пятером. И в принципе, их успех был за счет чего? Они всю игру бегали в пятером. Они не гангли, они не нападали, они ничего не делали, они просто... Были одна команда, как сталки. Ну, в принципе, одно и то же, да? На них нападали. Да, на них нападали. И нужно продолжать делать подобное, потому что вот эти вот урывы на антимага, это редкостная авантюра. Потому что ты не знаешь, где находится баунти хантер. Кто-то баунти хантер делает форстал. Ну, это такая максимальная живучесть. Да, максимальная живучесть, но это опасно. Это очень опасно, хотя койку сейчас заберет Рошан. Койку действительно забирает Рошана, и здесь нечего противопоставить, потому что умерла Алина, Шейкер без антимейта. Ну, в общем-то, а что ты с ним с этим Аегисом не знаешь в этой игре? его, если что, взять вместо Владимира и попробовать прям сейчас завершить игру. То есть, ты берешь вместо Владимира Аегис, Владимир кладешь Куру, умираешь за месяц, появляешься, кладешь себе Владимир и за это все подбираешься. Да, так он и сделает. Ростовчик класса. Теперь начинать с самой интересной части игры, это если Рутгейминг начнут с главой дружить. Вот нас вот бегают, стараются загангать, Бульба форстафится под лафа и стафа, есть блин, кстати, он идет, уйдет и тяжело взять вот такого. Надо сеть на случай. Шейкер с гемом дает Кулаковскую фиссуру, Бульба уходит. Бульба не уходит. Не уходит. Воздух поднимает, зачем-то себя, числи, ничего, непонятно, плейдмейл не нажимается, в итоге минус. Очень странная игра была от Рутгейминг, немножко криво все сделали, но в итоге забрали. Да, теперь основной момент то, что нереально реализовать Эггис типа в пуши. То есть вы можете подойти на ХГ, но бить ХГ некому. Есть пак с самым, наверное, бесполезным билдом в истории Доты, это Дагон и Уу и Шарик. Есть антимаг, который, да, он молодец, но ему не надо бить, он там получит стан, стан, стан и моментально погибнет. И есть еще Баунти Хантер, Леон и Клакверк, которые вообще никогда жизни даже на километр не подойдут против вот там какой-нибудь Лины, который в Солос отрывает. Поэтому осталось показать агрессивный фарм от Койкова. В принципе, кстати, вот он уже его показывает. Единственное, что осталось продать Владимир, купить бабочку и вместо Батлфури купить себе Тарасочку, может быть, ну или что-то такое крутое. Тогда антимаг будет готов идти бить базу. Он фармит так нормально. Быстрый, быстрый антимакс с большим количеством урона. Бегает с Баунти Хантером. Пытается никого-то найти, но руты никого тут искать не надо. Руты никого не собираются. Да, тут можно аниме смотреть в альтеабе, мы с тобой не можем посмотреть. Можно делать что угодно, потому что ребята из рутгеймика они прекрасно понимают, что антимага с Айгисом они точно гангать не будут. Остальные четыре героя бегают буйском. Вывод лучше бегать пятером, но главное не встрять в чисто поле, потому что если ты выйдешь в чисто поле и там прыгнет антимаг, он очень легко убьет все. А как ты находишься в позиции, узкий проход, хайграунд, все дела, то тебя реально нельзя. Да, вот кстати Хекс хорошо. Хекс очень хорошо. Может напасть сейчас на гироча. Антимаг не допрыгнет. Далеко. Далеко. Шекер мне нравится, Рубик мне нравится. Вот он стоит там, я думаю, что он там стоит. Флав. Никого нет. Смотри, ему все ракеты. Нет, никого же нету, просто он стоит дальше. Ну да, а чего? Ну вот придет антимаг, что он делает? Лина, кстати. Ух ты, смотри, вот он стоит, видит Лину и говорит парни, я и дальше буду стоять здесь, здесь безопасно. Просто здесь кадр из фильма этот Хоббит, Хоббит, третья шесть, где там скрывался. В общем, нужно засядь моббик по профессиональному игроку, там, три минуты его игры, что вообще он делает. У нас пока опасно в центре. Вешают трек на Герыч, а Герыч, кстати, такой мужчина, он не боится, он вообще выходит, под треком никого нету, и, блин, боже мой, прыгнул бы койку, он бы сейчас ему объяснил. Там Даззл в позиции будет сейвить. Ну, тут все были в позиции, то есть, Леон мог прыгнуть и в Даззла, чтобы не кинул Грейв. Так, а мы возвращаемся к Рубику. Да. О, ничего себе. Я думал, я думал, он мужчина, я думал, он будет стоять до конца на своем, что что-то наверняка произойдет, а здесь не все так просто показывает нам флав, он став. Да, и играешь, и травла появляется у антимага, но у него, в принципе, уже все, 6 слотов, хотя нет, еще не 6 слотов еще. Вот такой момент игры, когда ты, знаешь, Энви играл, там был почти одинаковый пик, то есть, там, по-моему, был клокверк, пак, антимаг, и та же история, знаешь, с одним личным кэрри, который не смог сломать бараки. В общем, мораль такова, то, что Энви в этот момент по-любому что-то сколает с Рогу, он говорил, друг, ну, давай сделаем больше статов в доте, чтобы можно было убивать кого-то. Ну, мы в итоге придумали слот в виде муншарда, то есть, это якобы еще один слот, и он говорит, ну, все, Энви, теперь ты можешь собрать 7 слотов и по-любому закончить игру с 7-слотовым кэрри. Давайте подумаем, если 7 слотов есть у антимага, то рано или поздно они появятся у гирокоптера с линой, они и дальше будут сеять на хг, а как мы видим, антимаг у нас по-прежнему заходить, не торопиться, хотя у него есть рейвис, и что он купит дальше, а вывод один, ничего, и поэтому для жадных кэрри, которые вот дальше формят, на самом деле лучше всего начать покупать варды, потому что деньги ты тратить не можешь. Слушай, ну, вообще, если гирокоптер такой 7-слотовый под дазлом, это страшная вещь. тут не только дазл, тут еще и Лина 7-слотовая, ты Лина знаешь, как бьет под МКБшечкой и так далее? У нее атак спид равняется, там, по-моему, 255, у нее 250 атак спиды это больше, чем у антимага, то у антимага ничего нет на мандикататор атаки, только у него выше, ну, выше родная скорость атаки, а у Лины у нее просто плюс 255, еще у нее есть танчик, еще у нее есть лагуна Блээ, которая бьет чистым уроном, и тут, по-моему, Лина скорее антимагу убьет, если она, грамотно соберется, пока за сборочками у рутов проблемы, опасно, очень опасно в центре, нет, я думал, что-то будет, что-то не очень опасно, что-то ничего, пока по-чатик почитаем, что там происходит, все, уже, короче, по-другому никак, но действительно игра просто огонь, 44-й винт игры, напали, тем временем, забирают Рубика, Клаб вышел, он понимает, что зря он вышел, ВКБ, Герокоптер настреливает очень больно Бульби и Вейтушекс, ВКБ Лина, боже ты мой, ну, и в итоге что, и в итоге только одного Рубика забрали, все, больше никто не умер, но был близок, Герокоптер уже начинает объяснять, на самом деле у него еще нету на данный момент шестого слота, даже пятого слота нету, то есть ему у него аквилу что-то надо, на что-то надо менять, покупать все грейжные сапоги, там МКБ, у него вообще миллион вариантов, единственное, вот сатаник, он немножко такой, ну, пока не реализуем, то есть он его, во-первых, ни разу не нажал, будь тот же доминатор, он хотя бы мог бы крипов, ну, брать для разведки и исследовать, и второй, он вряд ли будет отжираться, если на него прыгнет, хотя, да, вотая связка, на тебя прыгает, антимаг, да, крест, и ты отхиливаешься, но вот ДПС пока очень мало. Нужна бабочка, я думаю, вместо аквилы, и вместо последнего слота МКБ. Да, еще, вот я что хотел сказать, им очень нужны ворды, вот, то есть вот Баунти бегает с гемом, да, понятно, что он убивает ворды, но вообще, вот такой момент, нужно просто поставить ворды, которые забирать сужу, прямо нужно поставить опс сюда, ты можешь драться, убивать своих врагов, потому что, если у врага будут стоять вот эти вот два корона хворда, они уже стоят, его чертову знает, сколько времени, то ты вообще не выйдешь с базы, хотя, вот они не выходят с базы, знаешь, им нормально, то есть, вот этот момент, чтобы заставить выйти врага со своей базы, потому что, что сделает срок, ребят? Айсрок сделать гениальную вещь, он думает, что люди будут сражаться, он думает, что люди будут сражаться, если он в лесу сделает меньше голды за крипов, он так думал, но он ошибся. А я объясню, почему. Если он сделает так, что закрипов лесных вообще не будут давать ничего. Снимать голду. Да, и так далее. То люди вообще никогда в жизни с базы не выйдут. Они просто будут сеять на ней. Поэтому, когда у нас была студия на этике, я сказал, что это провал от провалов в этом патче. Потому что вот представь, как у нас опасно-опасно-опасно что-то намечается. Тут корова, Рубик, Лина. Они стоят и разворачиваются, бегают на базу. Надеюсь. Так вот. Вот представь. Если бы в лесных крипов, за лесных крипов, знаешь, ты подходишь к МПУ, и тебе за него дают там 5000 голды. Ну, представь, да? То что будет происходить? Люди будут драться как любые за этих крипов. Они будут выходить и сражаться. Но если за лесных крипов тебе будут давать ничего, то, естественно, никто и не выйдет. Все будут сеять на себя на ХГ. Ну да. То есть Рошану, например, зачастую является таким фактором, который заставляет пить туда они выходят. Ты посмотри, они выходят. Какие глупцы. Какие глупцы они выходят. И Рубик пошел, и Рубик погиб. Нет, Рубика форстафнули. Опасно. Врывается клафет. Подходит шекер. Бульба у нас сделал так. Выкрутит сюда факт. Клаф он став. По трекам выставят на себя Глиммер Кейп. И все убегают. А в это время Койкова был близок, чтобы сломать трон. Опасно. Короче, игра пацифистов. Никто вообще даже урона не получил в этой драке. Да. И так вот. И поэтому я, Дмитрий Куприянов, я нашел новую реализацию. Как оставить врага из базы, купи пять медасиков, и ты будешь уже фармить больше, чем враг. Ты будешь фармить так, что они будут смотреть на тебя, облизываться, и тогда они будут вынуждены выходить. Потому что рано или поздно тебе придет 6-ти слотовый плакбет, 6-ти слотовый баунти. Ты видишь 6-ти слотовый баунти в ДПС? Да, это страшно. Да. И, кстати, вот антимаг начал покупать ворды, Койкла наконец-то начал делать адекватные действия на антимаге. Молодец. Нельзя выходить. Вот. Нельзя их ходить в руке. То есть антимага забрали. Ну, дальше сидите, ребят. Вы сидели 30 минут, все было хорошо. Не только не говорите мне, что вы сейчас выйдете на Рошаной и решите подраться в чисто поле против антимага и Пака Сайгиса. Пак, кстати, у него и секс, да? У него и Ул, Блинк и Дагон. Дагон я вообще не видел, чтобы он его юзал, в принципе. Я не знаю. Я вот прошло 40 минуты герой. Разу было. Я не знаю. Я ни разу не видел, чтобы хоть где-то было заюзано. Он просто был. Ну, да. Тут, конечно, солдбустеров, шейкеров, боже ты мой. Актеринкор. Очень хорошая там, кстати, на шейкер. Вот, ну, в первую очередь, это там такие станы нереальные. То есть, энчант тотем просто, ну, стан на полторы, энчант тотем с кулдауном становится там. Да, там еще фиссура, ну, и кулдауна, естественно, меньше. И при этом шейкер, он собирает такие айтемы, да, например, там, форстаф, может, хекс собрать, и это будет машина дизейбла. Я вообще голосую, чтобы Абисфл Блейд собрал шейкер когда-нибудь. Ну, это, типа, это редко мало, наверное, век, как-то видел, но ты прыгаешь, ты даешь рассказ, то, в общем, у тебя же должна быть БКБ, ты даешь Абисфл Блейд, потом ты даешь рефреш, еще раз даешь рассказ, еще раз Абисфл Блейд и просто забиваешь бедного антимага нафиг. Там даже ты с руки больше пробиваешь ему, чем, ну, с Абисфл Блейдом, там дамаг абсолютно дикий. 50-ая минута игры пошла, 23-22, на один фраг ведут руки. И по графикам вообще... Легкое преимущество в один фраг. В этот момент я вспоминаю Клауд Найн и Энви. Помнишь, что самое игра, вот, может быть, мы побьем рекорд на этих квалах. Может быть. Потому что антимаг, он уже отчаивается. Я не знаю, чем он бьет этих несчастных крипов. Он в 6 слотов, у него есть, не, он в 7 слотов, у него есть байбэк, и он уже начал покупать варды. Но, знаешь, он такой неопытный антимаг, он не покупает ТП своим союзникам. Ему нужно понимать, куда деньги тратить. Да, вот смотри, вот есть два бизнесмена. Один бизнесмен деньги ни на что не тратит, они у него просто есть и лежат. Вот такие, инфляция, да, там что-то произойдет, всем конец. Второй бизнесмен вкладывает деньги во что? В людей, в землю, в стройотели, как, например, там, как Трамп и там прочие вещи. И у него деньги, они становятся все сильнее, 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 у него нет движимости, он зарабатывает еще больше денег. Антимаг, он глупец, он малой, который, видимо, не знает законы бизнеса, что деньги не должны начать мертвым грузом в твоем инвентаре. Деньги постоянно должны использовать. А если ты деньги не используешь, то отдай свои деньги тому, кто может их использовать. А у него команда, ты посмотри, у него Леончик, который уже занялся, фармал свой, он уже фармит. Он думает, такой я помню, что медаль так не собрал. То же самое думает, можно, кстати, купить. Да, да, то же самое думает Клоквек, Баунти, они реально не знают, вот, они уже не понимают, а что нам делать, если враг не выйдет? Я могу сказать, ну, ничего, сможет стать и молиться. Лина, два персика, и это почти не хорошо. Это, кстати, контр-лажовская мага. Ну, то есть, смотри, у него 2500 хп, ты даешь две лагуны, это Лина, и он почти умирает. Ну, это почти два косаря. У него еще там плюнет даззл, и все, и антимаг погибнет сходу. Плевка даззла. Да, плевка даззла. Шейкер, 1500 голды. Ну, конечно, фармит. Так, а что с гирочем? Гироч 6 кусков, можно смело снять. Ну, вообще, можно покупать айтемы, это тот самый вайпер, который бегал, тоже в прошлой игре не гуляет ему, он ничего не покупал. Может быть, скачет? Да, может быть, скачет, да. Нет, пожалуйста, антимаг, боже мой, пожалуйста, гирокоптер, купи хоть что-то, я не знаю. Он купил. Что он купил? Что-то. Надеюсь, не шарик, и нормально, кстати, вот, МКБ-чик, это отличный выбор. То есть, антимаг купил бабочку, вот, Лина имеет рефрешер и ул, и вот Линни вот сейчас вместо чего-то, я правда не знаю вместо чего, но взять бы МКБ, и тогда и Лина, и гирокоптер, они этого антимага будут убивать. Ты видел игру Cloud9, да, вот ту самую, трехчасовую? Нет. Короче, что было в конце? В конце, когда антимаг прыгал замес, дезераптор просто ставил с агонимом, кстати, шторм, МКБ-чика, Mask of Madness, рапира, и он этого антимага за три секунды вообще, вот так вот просто был антимаг и нет, и нет антимага. Алина, она еще жестче, чем дезераптор, понимаешь, если так опасно. Антимаг, прыгай. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, поставят, встанчик. Пукупаешь, кстати. Антимаг, антимаг поднимает вонку, Кирыч начинает стремлять, но Лина, Лина, ТС закидывает его в клеймеркейп, ТС живет, ТС все еще в киксе, ТС уже пора бы что-нибудь скастовать, у него непроюзанный рефрешер, получает стан минус Лион, это раз. Клаквер упходит, антимаг тем временем ломает уже Бараки. Какой ты быстрый Койква. Как это смешно звучит. Прошлая игра повторяется, по-моему. Опять Койква, Бараки, ну нет, в этот раз ему сейчас объяснят. Да? Нет, может быть и не объяснят. Грейв, Лина, рефрешер, но Койква отсюда ушел. Хотя, Шейкер, Шейкер, готов прыгать. Давай! Я вот тут давай, мисс! Мисс! Боже мой! Два мисса прошло. Красавчик! Что творит дядя? Смотрите, по-моему, Тихантер еще играется, на то этого Лина, его моментально просто, боже мой, просто влагу на забирает Лина, и это минус 3. И, кстати, их много подняли сейчас, ребят? Много, конечно. 3 килана на такой минуте, Блэка еще могут зацепить. 3500 золота за один замес. Это причем с новой формулой. 3500 золота и 6000 экспем. Гирыч смело покупает все МКБ, у него полторы тысячи сверху. И теперь он дамажит, кстати, причем так нещадно убивает. Актарин на Шейкере. Да, и Лина, вот на самом деле, Лина, вот я что-то подумал, пофиг на МКБ, купи себе Хекс. То есть проблема, ты не можешь дать свои ульты, покупаешь Хекс, Хексуешь и GG. Ну, Диул да, на такой стадии уже какая-то хрень, на самом деле. Ну, разве что Трекса снимать, все, больше у него, по-моему, нет применения здесь. Ох ты, Пака, зацепились. Ой-ой-ой, Слэк. Ну, он идет, он идет. Да, он просто уходит. Да, ульта нету. Ему выходит, выходит дальше. В пятером идут по миду, антимаг есть байбэк. 40 секунд. Надо развести. Они, на самом деле, сейчас могут выиграть игру. У них отпушен верх, у них отпушен низ. Если антимаг байбэкнется, то, во-первых, если он прыгнет за место, он просто умрет. Ну, ему тут нереально сражаться. А его команда, она бесполезна против БКБшников. То есть разве что Пак что-то может сделать, но все же нужно идти и давить эту рампуну. То есть сейчас реально решаться. Причем нужно понаглее, понаглее, поувереннее, ребят, там. Ну, зайдите, зайдите, ну, побейте, вы базу. Антимаг кем купил? Вот, красавчик, смотри, красавчик. Начинают бить базу. Все позиции. Бульба сверху. И теперь можно отойти. Вот, антимаг появляется, и мы отступаем. Чувствуешь? Чувствуешь? Мысль материальная. Они слышат мои мысли. Только Даззл не слышат мои мысли. Даззл начали пинуть. Вот он старался убежать, но его просто кинули. Всей командой врывается койка, езжает манту. Вообще ни во что летит ракетка. И Рубик, Рубик убегает. Боже мой, ну, вместе бегите. Боже мой, врывается антимаг на БКБшке. Начинает нарезать Манки из Форевер. Моментально забирают шейкера, но тут же забирают антимага. Антимаг у нас мертвый, не хочет выкупаться. Понимает, что всем нужно бежать. Бегите, глупцы. И Флофун Став пошел. И в эту сексе. И моментально доджит танчик. И ДВМ с руки, с руки вместе Елина. Как же они тащат Рудгейминг. Однозначные фавориты этой квалификации. Еще курицы убили. Так, что делает Бульба? Бульба вообще психанул. Он понял, что нужно все идти и заканчивать соло эту игру. Жаль только то, что у него Клакверк. Он говорит Клакверк. Блэк у нас начинает бить сверху. И вот теперь, мальчики и девочки, я вам расскажу одну простую каску, как выигрываются игры прости. Они выигрываются ДПСом. Тебе нужен ДПС. Нападает на Бульбу. Лина у нас есть лагуна Кулдан. Две секунды. Поднимает очередной раз Бульбу. Бульба есть хукшот. Нужно прыгать, но нужно прыгать в Лину и станет ее. И Бульбу давай. Съедает сыр. Лина хексит. Форстаффит. Лина должна жить. Бульба дает хукшот. 5 секунд. 5 секунд. 5 секунд. Иул, КД. Вообще все. КД. Лину надо добить. В итоге врывается гирокоптер. Фоксит Пайлайдая. Пайлайдая у нас умирает. Прыгает в Лафонстарт за Рубиком. Бульба коварный. Бульба гонится за Лину. Не хочет ее отпускать. Прыгает в него. Но есть Иул. Нет. Не успел его завязать. И Бульба срывает кэш. Просто в Солянова тащит Бульба. В Солянова. На Клаке. На Клаке. Уничтожает. 4-5-11. Но как же он потеет. Все ждут, когда появится Рошана. Рошана все нет. Шейкер, я так понимаю, байбэкнулся или нет? Нет. Шейкер не байбэкнулся. Никто не байбэкнулся у нас. Проходит эволюция. Вот видите, люди видят, антимаг покупает ворды. А почему он покупает ворды? Потому что ему нечего больше покупать. Ему нужно покупать ворды, но когда-нибудь Койку, а он по моим стопам. Я просто в папочке, я в таких ситуациях часто бывал в прошлом патче. Он начнет покупать ТП для всей своей команде. Он поймет, что один в поле не вон. Если ты выйдешь один в поле, вот мы видим, что с ним происходит, да, его просто фокус. И вот я не знаю, но его, по-моему, не смущает свои 2000 хп. Вот они смущают меня, смущают Лину, потому что он почти умирает в двух лагун. И пора бы купить себе хпчику. Ну, то есть где-то. Надо брать в Battle Fury. Потому что Battle Fury это вообще бесполезный кусок айтема. Вот он просто есть, да, а нафиг тебе уже сплэш. Тут нету крипов, ты и так убиваешь моментально. Тебе просто нужно жить. Тебе нужно Тарасочка, не знаю, Скаги хочешь купить там, как Энви это делал. Что угодно купи, но выкинь ты из стороны Battle Fury. Плахенстав, пахтол, вырывается, наполагай, и получает в себе все. Пахтол гирокоптер, потрясающий пулдан, вырывается. Бульба, в итоге размен у нас в 1 в 1, но это было по трекам. Лины все еще нет. Антимаг уже движется, врывается Шейкер, моментально забирает Леона. Погибает пахт, подходит сюда Антимаг. Дает отбистолблайт гирокоптеру и забирают гирокоптера. Гирокоптер есть байбэк, Антимаг прожалку ТБ, Шейкер. Есть тотем, Шейкера бьют Антимаг. По таймингу, нет, не по таймингу, и Антимаг решил отступить. Решил отступить, непонятно почему. Ну вот такие, знаешь, разменчики, на самом деле, они, конечно, сейчас в пользу Mousesports, потому что все под треками, Рубик выкупился, но почему-то рутгейминг, они вот играют нормально, а потом с ними что-то происходит, я не знаю, что с ними происходит. Может быть, мамка там, не знаю, подошла, или папа говорит, ну, как там, может им новую Хонду подарить сынка, то есть я не знаю, что с ними происходит, но они перестают бегать вместе. Вот вы бегаете вместе, вы убиваете Антимагов, вы убиваете вражескую команду, вы забираете Рошана, вы возвращаете свое преимущество, и как только они начинают возвращать свое преимущество, ну, надо, просто надо пойти одному и доказать, что ты смотрел фильм с Чак Норрисом в детстве. Ленка. Да. Да, доказать, что ты смотрел фильм с Чак Норрисом, то есть реально… Я смотрел. Вот, вот. Да ты с Досом Лисом совсем не смотрел. Так вот, они перестают делать грамотно, и непонятно, к чему это происходит. То есть где-то надо написать, вот, не знаю, черным по белому, что после 60-й минуты в Доте не надо бегать, нужно просто, точнее, не надо бегать по дому, нужно просто двигаться вместе, и ты победишь в этой игре. Потому что слоты заканчиваются. И в итоге рано или поздно Дота дойдет до такого уровня, знаете, до какого он дедца, потому что, в принципе, все команды будут играть грамотно, с рампы никто не слезет, у всех будет по 6 лотов, еще там по 50 тысяч голдов в кармане, и просто будет решать замес 5 на 5. Поэтому мы просто будем создавать best of 10 или, там, best of 15, 5 героев с одной стороны, 5 героев с другой стороны, замес, бам, Тотку выиграл, 1-0, идем играть следующий. Вот к этому рано или поздно все может влечить. Ну, это был такой, в свое время, так, тут, тем временем на Рошане, Рошан падает, премьер-кейм, да, там… Айгис, айгис пульпе отдают уже. И бежать. Не хайгис, ребят, бежать. Бульба. Получает рассказ. Лина. Левлинку. Великолепная реализация штулов. Нужно валить. Антимаг запрыгивает. Стан. Непонятно по кому. Умирает Даззл. Даззла нет. Нужно валить. Нужно бежать. Но Бульба не отпускает. Бульба просто, действительно, все решил покарать. Гирокомблер не знает, куда ему уйти. Ставит отличный кофе флагмерк. Ставится Писсура. Ничего не сделать. Все в узком проходе. Антимаг начинает карать. Гирокомблер. Гирокомблер дается. Тоник включает. Откидывается. Гирокомблер. И кто же кого. Шейкер запрыгивает. Но получает сразу же стан. Дает ультимейт. Сразу же забирает антимага. Тут же падает Бульба. Это минус Аегис. Кто здесь кэри? Говорит Шейкер. И не прощает. Блэдмейл. Но Блэдмейл не помогает. Ставится очередной коги. Пак кастует свой ультимейт. Лина. Большие проблемы. Есть и Улл. Нужно поднимать в себя. Улл. Поднимает Блэл Баунти Хантера. И уходит. Но Пак идет за ней. Телепорт на паха. Делает антимаг. Антимаг байбэкнулся. Это минус Лина. Но байбэкается также Линой. Не байбэкается, только лишь Гирокоптер. Но надо повернуться. Надеюсь, он это сделает. Потому что он единственный, кто может защитить свою команду. Тяжелая ситуация, на самом деле. Рефреш у Лини в кулдауне. БКБ также в кулдауне. Можно идти и закончить. Но... Зачем байбэк с антимагом, если они... Нет. Просто? Просто деньги есть. Деньги есть. Быстрее кулдаун пройдет на байбэк. Кроме шуток, был однажды в Японии турнир по киндо. Кто не знает, это фехтование с бамбуковыми палками. Где там, в таких шлемах еще. И два старых мастера должны были проводить бой. Они вышли, встали друг перед другом. Но их мастерство было настолько велико, что они даже не сдвинулись с места. Потому что тот, кто делает первое движение, нарушает свою идеальную позицию и проигрывает. Да, но я могу немножко по-другому подытожить. Айгисы на такой стадии, они вообще не сильно решают. Потому что ты стоишь, ты стоишь у себя на ХГ. Не важно уже, кто возьмет тайги. Баунти, Хантер, у которого 900 хп. Ну, Клакверк еще более-менее. Пак, который в принципе особо ничего не делает в этой игре. Он собрал, он собрал линку. Он собрал линку. Тебе нужен ДПС где-то найти, потому что гирокоптер уже еле-еле забирает. А он собрал линку. И у него до года до сих пор лежит. Вот. И так, нашли у нас Пайлодай. Пайлодай должны забрать. Пайлодай от проблемы. Да. Так вот. И можно уже отдавать Рошанов. Кстати, гейм. Можно уже просто отдавать Рошанов. И он не нужен никому. Ни одной, ни второй команде. Потому что этот Айгис, вот на такой стадии он просто занимает стопу игра. Вот ты можешь купить Рапиру и решить исход игры. Ты можешь купить Репрэшер там, да? Или там что-то, два Хигса или еще какую-нибудь вещь. А ты можешь дать Айгис, который тебе вообще ничего не дает. И сыр, который тебе, мягко говоря, тоже дает немного. Поэтому... Выход по миду. Да. Поэтому выход по миду. Да. Антимаг потратил байбэк. Герыч свой байбэк не тратил. И вот сейчас большое преимущество заключается. Более того... Ну, на самом деле здесь Герыч, он у нас, конечно, много урона. Но, по-моему, уже Шейкер и Лина сами, как Кэрри, заправские. Ну, да. Единственное, вот Шива в линии немножко помешает. Нельзя идти в размен фасами, потому что теперь два вышка сверху стоит. Можно спокойно сидеть и не двигаться. Кстати, можно поздравить антимага. Вот только я подумаю, с чем. Кстати, Курьер... Ну, убит 50-го... С МКБ. С МКБ. Да. Так вот, можно поздравить антимага с тем, что он купил МКБ. И я так понимаю, он наконец-то продаст Батлфури. Но не скоро, потому что три минуты Курьер будет в таверне. Да. И это, кстати, намек на то, что байбэк... Ну и, кстати, байбэк тоже купил. Да. Да. Все очень плохо. Снизу отпушили. Шейкер. Есть ли травела? Есть травела. Можно лететь наверх. Можно лететь наверх. Койкова выходит. Будет ли ловить его? Нет. Койкова не будет ловить. Просто заходит по миду. Ситуация хорошая для того, чтобы заходить по миду. Дазл хилит крипов. Шейкер готов. Они могут просто трон снести, на самом деле. Вот рут. У них ДПС высокий. Ух ты! Какая штука. Очень крутой. Нереально крутой вообще айтем здесь. Просто кинь в того, на кого прыгнет Попверк. И они офигеют. Да, Леону также будет не просто... Антимагу нужно уже бежать и пушить. Ну, он вверх пушит. Да, он пушит вверх. Фортификейшн потратили. Очень боятся. Но очень много урона, поэтому сейчас упадет вышка. Очень боятся ребята из рутгеймек. Они просто не знают где антимакс. Собираются нарываться. В итоге висит вот эта штучка. Но игроку прыгается. Можно прям флэгкэном на самом деле расстреливать. Бить, конечно, лучше рейнджовый барак. Потому что им личная тригейница. Я слышал, что так происходит. И в очередной раз они отступают все вместе. И в очередной раз за ними гонится Пак. Клакверк не даст тебя отступить. Он будет искать Хекс. Антимакс сверху. Пытается спушить. Нет. Возвращается. Делает иллюзии. Клакверк. Врывается в кого? Кирыч отталкивает его назад. Кирыч включает БКП и начинает объяснять. Вошел ультимейт. БКП так же включает у нас... Кто? А, непонятно кто. Трек на Флаффа. Флафф под треком. Получает фукшот. Флаффа заберут. Или нет? Оооооо. Вот это грейп. Рейв, потрясающая Дазлова, флаб живет, уходит дальше, но нет, все-таки его забирают, однако сколько времени потратили, тем временем падает Леон, параллельно с этим Леона забирает у нас Лина. Клак вверх, рассказ от Пака, шикарный, Лина включает БКБ, блин, культимейт, потому что не жалко, потому что на пик он вообще нужен, Линка еще одна вешается на Бульбу, но это ему не поможет. Тем временем антимак ломает бараки, и опять как в прошлой игре, неужели упадет мид? Нет, мид стоит, и он бил милишный барак, и барак отрегенится. И Клак вверх забирает тем временем, избирает Леона, да, и байбекнулся Рубик, и можно пытаться идти и опять атаковать. Ой-ой-ой, сумасшедшая игра. Да, на самом деле, как у меня, немножко такая, ну, легкая игра для рутгейминга, но они сами себе создают сложности, то есть они... Зачем они куда выйдете, ребят? Не надо еще идти. Еще нужно подфармить. Ну, да, ну просто у них-то летгейм потенциал выше, они активно дают возможность противникам у них-то подать, и при этом они отступают, но они отступают не так, как это обычно делают команды. Они отступают, когда уже, знаешь, антимак уже подошел к их базе, он такой, ааа, нас сейчас будут убивать, давайте бежать, и в итоге, ну... Сейчас, кажется, упадет барак. Чуть не продали Рубик, да? Макверк байбекается. Гейм валяется на базе, кстати, в какой-то очень странной точке. Летает ракета. Антимак, самое главное, что антимак на базе. То есть вот он не стоит кушать, теперь можно здесь стоять вечно. Армор тикает, а уже антимак не пробивает Герыча, у него плюс 17, у него... И вот у 40. Да, да, да. И... ну, бей, бей тоже еще. Блакенон нажми, побей с Блакеноном, вот, 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 вот. Блакенон уже не особо нужен, тебе нужно убить только одного антимага в этой игре. Бей, пожалуй, тьфу, хп стоит же, ты, кого ты боишься? У тебя Койко, Койко уже убежал, он уже фармит. Если тебя Койко боится, давай, 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 ну, бля, не бойся ты. Шейкер влетает в паха, паха фурстахуют, и успевает паху уйти в шиф. Антимаг летит на базу, отличный раскаст от гирокоптера, минус пах, антимаг режет дазл, минус дазл, и лоту сорб встанет сам себя антимаг. Мана воет, DC, DC все еще жив, добивает его с ульты Леон. Антимаг падает, байбека нет, баунтихантер выкупается, но Герыч все еще жив. Герыч продолжает стрелять по бараку, Шейкер также живет. Лоту сорб просто фантастический, фантастический там. И они уходят, понимают то, что антимага байбек скоро появится, двух героев нет, лучше всего не рисковать, за ними в очередной разгонится Пайлайдай, и, ну, слава богу, минус сторона. Минус сторона, это фантастика. Все-таки на 67-й минуте они сломали, и Мауза реально рискует потерять очки на ровном месте. Не знаю, как там играют комплексити, но если комплексити выиграют, а Мауза проиграют, то Маузам придется начинать, ну, высокая вероятность того, что им придется начинать с лузеров. И это плохо. Это плохо. 8 тысяч у Герокоптера. 8, мать его, тысяч. Да? Бабочка плюс Муншард. И этот антимаг, он вообще офигеет. Я вот удивлен, что фокусили Даззла, ну, именно то, что антимаг фокусил Даззла, то есть он ворвался, он его, по-моему, убил моментально. Ну, блин, Даззла нужно убивать не антимагу, Даззла нужно убивать, не знаю, паком, Леоном. Ну, то есть антимаг должен бить с руки кого-то пожирнее, чтобы хотя бы башить. А то получается так, что, знаешь, антимаг бьет Даззла, а тебя бьет Герокоптер, и в итоге не так работает. 0,66 и становится 0,53. Да, Муншард топовый. Это топовый в этом вообще, в этом патче. Для всех, для всех паркеров. Антимаг решает не байбекаться, но, в принципе, правильно, байбекаться уже поздно. И Герой, кстати, еще очень грамотно делает, что не покупает бабочку, он просто купил талисману Февейджен, а в один момент он этот талисманчик сможет продать и купить себе, ну, например, Дайдалус, то есть, чтобы усилить свой ДПС сингл-таргет. Ну, в принципе, да, бабочка уже не так сильно решает, потому что есть Муншард, который дает 60 атак спида, и, как бы, есть МКБ у антимага. Тем временем, Рубик сидит наверху, заходит, команда Маус в смоках, ничего не видит. Теперь видят все, Даззл успевает кастануть ультимейт, Герокоптер успевает дать бараж, но здесь явно недостаточно дамага. Лоту Сорф успевает включить, или он убивает практически сам себя. Фессура, Шейкер, отличная игра, сидит где-то наверху. Блэка расстреливают, Блэк не успевает сделать ничего, нет, он поднимает себя в воздух, однако, Шифт, низ Шифта, нужно отсюда уходить, Шифта уходит. Тем временем падает Лина, трипл килл делает антимаг, фантастика. Забирает Герокоптера ультракилл, и Койкова может сделать рэмпадж. Шейкер уходит, попытка сделать телепорт, и антимаг не допрыгивает, что за лол? Боже мой, как же он уничтожил, что произошло с маной Вайда, я так понимаю, он нанес очень много урона, 5800 урона. Да они, в принципе, все разделились, то есть у них замес 5 на 5, у них Шейкер, у них Герокоптер, у них Лина, в итоге, что произошло? Герокоптер бегал за Леоном всю игру, пока антимаг вырезал всю его команду, он вырезал Дазл, вырезал Рубика, Шейкер стоял где-то на горе, и по-моему, вообще убегал чуть ли не с Лу ХП, то есть он даже не смог грамотно залететь, и позиционочка разрушилась нереально. Есть байбэк, я не понимаю, почему, во-первых, не байбэк. А пунктура защиты зачем? Антимаг потратил кучу времени, ничего не сделал, и, ну, как бы, тут стан Шейкера, попробуй, попробуй это все вообще поменять. Попробуй антимагом с Шейкером разобраться. Нет, попробуй забери барак, тут тебя будет бесконечно станет, Шейкер-то не подходит особо. Да, то есть если уж двигаться для Рут Гейминг, то учитывая, что нет таких, знаешь, супер жестких айтемов, как вот Аганим на паке, который бы мог вас всех подловить и застанет, то надо просто продолжать двигаться вместе, потому что по одному вы, и вы еда для своих оппонентов, и лучше всего... Шейкер, рефрешер. Рефрешер. Сейчас они, кстати, скорее всего будут захейт прям такой лин, под линкой. Ну, Шейкер тут один может вполне объяснить. Рубика нет, некому сбить, некому сбить. Шейкер заходит, нужно как-то хексит, Шейкера сбивает, в итоге ультимейтом линку, Шейкер рефрешит, но антимаг уже отсюда ушел. Первый литамовый иллюзий еще, напоследок. В Клафенставчик-то пошел, 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 в Клафенстав. На, 70 минут. Слушай, у нас все-таки клалы хорошие будут, но именно сегодняшний день. Шикарно. Расписание? Какое расписание? Расписание, какое расписание? Пошло оно, расписание. Кому вообще интересно расписание? Кто не знает из вас расписание? Я, например, нет. И теперь мы понимаем, что, в принципе, даже если бы я его знал, я бы его не знал. Потому что оно все уже поехало. Рошан. Которое никому уже не нужно. Слушай, нужно, чтобы с 10-го Рошана выпадал такой Игис, который не занимал бы слот. Тихо, опасно. Опасно. Сейчас будет вырыв. Гирыч заходит. Шекер дает фисуру потрясающую. Хикса нету. Пайлайдайп, дальше что-то сделать. Эбису потащил никуда. Шекер в итоге просто уходит в Вимиркейп. Му! Му! Фурстов. Фантастика. Антимаг прыгает за Му дальше. Валяется гем. Му! Не выходит из баста. Му поднимают антимага. Му включает сатаник. И антимаг в итоге падает замертво от ультимейта Лины. Лина мстит. Поднимает воздух Леона. Леон получает сатан. Получает ультимейт. Минус Леон. Закрывает клокверк Лину. Но слишком много дамага. Лина пытается делать телепорт. Это наивная попытка. Грест. И гирокоптер начинает настреливать. Лина успевает очень много дамага нанести. Минус клокверк. Лина падает. Койкова байбэкнулся. Возвращается в драку. Но ультимейт Шекер откатывает. И Койкова нужно уходить. Койкова уходит. Но за ним летит ракеточка. Ракеточка. Нет, ракеточка не долетает. Потому что слишком много дамага у гирокоптера. И пора заканчивать по миду. Пора заканчивать по миду. Все-таки мы у зада игрались. Да? Дайерс милл. Да. Мидасики? Мидасики не собрали. Мидасики не собрали. Не пармили. Ну то есть один миличный корт-герой. Он сможет что-то делать. Что-то делает Блэк. Блэк пошел с пуши. Да, Блэк собрал полную чушь на паке. И Баунти вместо того, чтобы быть дамагером, купил Владимир. По-моему, единственный полезный артефакт на замес. Ну то есть, грубо говоря, Мау Спортс в этой игре собрали такую чушь и делали такой фейл в макроигре, оставив все свои шансы на кэри антимага, что просто вот мы видим, как идет замес, да? И антимаг, он вообще ничего не может. Антимаг ничего не может. Остальные герои тоже ничего не могут. А тут уже и кэри Шейкер, и кэри Лина, и кэри Кирокоптер. И все это под дазлом, и все это под армором. И ГКВП 1-1. Рут Гейминг сыграли хорошо. Потрясающая серия, потрясающая серия. На самом деле, по факту, у нас 150 минут длились две игры. 75-1, практически 75-2. Но игры были шикарные. Рут Гейминг вырывает очко у Мау Спортс. Я сказал, Мау Спортс сами отдали свое очко. Мау Спортс вырывает очко у Мау Спортс. Своё собственное. Ну и по делам, по делам, действительно, за такую игру нужно наказывать. И красавцы, руты, что это сделали. Игра была потрясающая. Мы передаем слово аналитикам. Вернемся к вам, ко второй игре, которая должна начаться.